Говорю, мне бы вот курицу надо, этот чайник, чтобы там чай заваривался, все. И она принесла выкройку. Своей работой подопечная Центра социального обслуживания Гельфира Юрина по-настоящему гордится. Здесь, в центре, она обрела новые знания, бесценный опыт и лучших подруг. С началом пандемии, казалось, общение с единомышленниками сойдет на нет. Но пожилые люди своевременно вакцинировались от COVID-19 и стали больше времени проводить на открытом воздухе, занимаясь физкультурой, скандинавской ходьбой и прогулками по лесу. Родственники тоже надо беречь, сохранить им тоже здоровье, жизнь. И думаю, чтобы не заболеть, и чтобы их тоже не зародить. Поэтому решила, короче говоря, сделать прививку. Среди тяжелых пациентов в госпиталях сейчас, как отметил министр здравоохранения региона Армен Бинян, пожилые и невакцинированные граждане, те, кто, заболев, не сразу обратился за медпомощью, в результате чего состояние ухудшилось. Вакцинация, по словам медиков, для людей преклонного возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, остается самым надежным методом защиты. Я не могу сказать, что сразу все приняли решение на вакцинацию, конечно, нет. Но жизнь, как говорится, показала необходимость вакцинации. Поэтому на сей момент 80% точно не провакцинировались только те, у которых противопоказания, какие-то серьезные заболевания и противопоказания. Если у подопечных социального центра возникают вопросы, связанные с вакцинацией, разобраться в них помогают соцработники. Проводят профилактические беседы и объясняют необходимость проведения процедуры. Для тех, кто в силу обстоятельств сам не может прийти в прививочный пункт в поликлинике, есть возможность вызвать прививочную бригаду на дом. Мария Левина, Ольга Павлова, События.